Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и для желающих приобрести себе Т-14 у меня великолепная новость, потому что его выложили на продажу за 2000 голды в составе набора с 14 деми према, легендарным камуфляжом, x5-10 жетонов на данную машину, есть сертификаты на покупку, на исследование, место в ангаре, чтобы его поставить, ну и открытое все оборудование. 2000, цена меньше, чем та, которая стоит, как правило, на него у тех, кто его еще, понятное дело, не покупал. Т-14 можно купить в любой момент в дереве исследования Соединенных Штатов, заходи, бери, не хочу. Вот только вопрос, а нужен ли он вам даже за 2000 голды? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я думаю, самым простым будет просто выехать на нем из ангара в бой и посмотреть, что эта машина сможет или не сможет. Ну, в общем, как она ведет себя на сегодняшний день в рандоме. У меня на канале есть обзор на данную машину, которую я снимал сравнительно недавно. И в конце видео я в правом верхнем углу добавлю вам подсказочку, ссылку на данное видео. Кому надо, кто хочет, зайдите на данное видео, посмотрите, там обсуждается и там характеристики орудия, и подвижности, и брони. Ну, короче говоря, все вот эти вот мелкие подробности по машине. Сейчас же просто поедем с этим огромным количеством мэджаев в бою, ну и попытаемся с ними посражаться. Я так понимаю, что в противоположной команде тоже они есть, как вы видите. Кто-то получил кошмара и пытается кого-то закошмарить, но, честно говоря, против мэджаев кошмаром особо не попрешь. Так, вот вам, пожалуйста, время сведения, это я сейчас случайно, честно говоря, на мышь нажал, не знаю, как так получилось. Вот вам броня, то есть выехал и уже, в принципе, отхватил. Что касается точности орудия, я бы сказал, что орудие, в принципе, ну, вроде бы ведет себя точно. Ладно, меньше слов, больше делом. Давайте попытаемся чего-то как-то потанковать, поиграть, а там дальше видно будет. Как я уже сказал, обсуждение всех подробностей по танчику в конце видео будет соответствующая ссылочка. Заходите, смотрите. Да, не совсем в мою пользу, конечно, размен пошел. Ну вот, в принципе, и все. Значит, это был первый бой, который мы отыграли. И теперь давайте будем смотреть на нашу тушу. Значит, в нашей туши есть и в передке, да, то есть во лбу корпуса, и в верхнем бронелисте отверстие, и под башней отверстие. Понятное дело, что сбоку его прошивали. Короче говоря, ребят, как для тяжа, я бы сказал, что брони, ну, прям совсем маловато. Ладно, досматриваем бой, ну и, соответственно, закатимся во вторую катку. Продолжение следует... Ну что, друзья мои, так, первый бой отыграли, как бы результат вообще не результат. Даже не буду дальше заходить, смотреть, что там понадавали, давали ли вообще хоть что-нибудь за такое фуфло. Ну, короче, закатываемся в следующий бой. И попытаюсь, не знаю, как-то, хоть я и тяж, но не пытаться продавить, не лезть на рожон, а стоять где-нибудь, наверное, как ПТ, как я понимаю. Потому что другого, ну, способа отыгрывать данную машину я пока, честно говоря, не вижу. Или вообще просто поехать сейчас на линию вместе с СТ-шками и ЛТ-шками, потому что бодаться против тяжей, ну, мне особо нечем. Ну, вот реально нечем. Не знаю, многие говорят, что у Т-14 прям имбовая броня, и я там вообще ничего не понимаю. Писали мне такое в комментариях, но я действительно не понимаю, почему так получается, что как бы я на нем не играл, рамбуй, не рамбуй, отыгрывает неровности. Короче, что ты на нем не делай, тебя все равно пробивают, причем пробивают везде. Вот в моих руках, честно говоря, тот же самый Excelsior, да, то есть его конкурент, тоже премиумная машинка пятого уровня, он отыгрывается куда лучше. Вот прям в разы лучше. И данную машину, ну, не знаю, может кому-то она и заходит, но я не могу охарактеризовать ее как прям под любые руки, что называется. Эх, братка, тебе бы еще поворотливости немножко добавить, было бы вообще красота. Так, ну вот сейчас отхвачу от Кошмара и одной ногой, в принципе, уже в ангаре. Ну вот и все, и вот закончился второй бой, и что надо было делать? Откатываться назад, так получал бы в борт, ехать вперед, так получаю, в принципе, от Кошмара. И заметьте, ребят, Кошмар это ПТшка, а Т-14 это ТТ. И вроде бы как бы он должен был танковать хоть что-нибудь, но нет, ребят, как видите, спереди опять два отверстия, с бочинки одно отверстие. Короче говоря, вот такой вот тяжелый, но все-таки картон. Я не буду досматривать результаты боя, потому что задачей данного видео было выгнать его на несколько каток из ангара и попытаться на нем сыграть. И вот сейчас я вам скажу свое честное субъективное мнение. Я понимаю, что сейчас многие со мной начнут спорить в комментариях по поводу того, что я играть не умею. Но если посмотреть, как я играю, допустим, там на других машинах, то вы поймете, что я, в принципе, играть умею. Я играю в танки уже 8 лет, но играть нормально на Т-14, ну прям не получается, вот совсем-совсем. Я не знаю, с чем это связано. То ли с моими руками, то ли с тем, что данная машина, она в принципе не особо играбельная. Когда я себе покупал Т-14, я рассчитывал на то, что я получу премиумную машину 5 уровня, которая, да, многие скажут, что машины премиумные предназначены для того, чтобы на них фармить. Да, я поставлю себе экселсера, не хочу видеть перед собой пустой ангар. Так вот, ребят, заканчивая мысль, премиумная машина, она в принципе, что там, кстати, нам дали ради интереса? Вот смотрите, за 633 единицы у одного уничтоженного нам дали знак классности третьей степени, потому что на этой машине, как я понимаю, никто не играет. И мы получили даже какое-то серебро, но правда с учетом премиумного аккаунта. Итак, смотрим, что по серебру без учета према. Без учета према 19 тысяч за вот такой вот вообще непонятный бой. Может машина для фарма предусмотрена? Не знаю, может я был неправ. Но, ребят, честное мнение мое следующее. Премиумная машина, она должна предоставлять вам не только фарм, она должна предоставлять вам еще и удовольствие от игры, а я лично удовольствия на Т-14 не получаю никакого. И она должна предоставлять вам возможность в чем-то быть круче, чем обычные проходные, ну, я имею ввиду соперники на обычных проходных машинах. То есть премиумный танчик, он должен как-то выделять вас из толпы. Ну, кроме как то, что он премиумный, больше его ничего не выделяет. Может там фарм какой-то, не знаю, может кто-то на нем и может что-то нафармить на пятом уровне. Может мастера можно на нем получить легко. Если вы там не играли на данной машине, попробуйте, может получится, может сейчас во время ивента вам это поможет. То есть с учетом того, что Т-14 не популярная машина и за такой пустяковый бой знак классности третьей степени, может если вы там умеете хорошо играть, если вы скилловый игрок, возможно у вас получится, ну, мастера получить несколько раз на ней. Окей, но покупать ли за 2000 золота данную машину, ребят, я бы очень сильно задумался на вашем месте, а стоит ли она того. Возможно стоит подождать чего-то немножечко получше. Ну, а в конце концов, единственное, что еще годное из этого набора, это дни премиума. Но мне кажется, что их можно получить где-нибудь из контов, выполняя там боевые задачи и так далее. Ну, это мое субъективное мнение, если вы не согласны, пишите об этом обязательно в комментариях. Ну и, ребят, если вы любите хорошие честные обзоры на машину руками среднестатистического танкиста и не хотите повестись на расхваливание какой-либо фуфловой машины именитыми обзорщиками, которые будут агитировать и рассказывать, что на ней можно брать с легкостью не только мастеров, но и держать средний урон там и так далее. А когда вы покупаете машину, прощаетесь с кровной голдой, вам потом становится безумно больно и обидно. Вот для того, чтобы не наступить на такие грабли, смотрите мои обзоры там, где я показываю машины в честном их виде, в том, как они чувствуют себя действительно в рандоме. На данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал, буду вам безумно благодарен. Нажимайте на колокольчик, возвращайтесь, смотрите новые видео, я стараюсь исключительно для вас. Всех благ вам, мира и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин